85 500 рублей. 74 это безморально-материального ущерба. 456 тысяч. В общей сложности 9 миллионов рублей должен этим людям экс-директор турфирмы Перестур. Более 100 человек два года назад доверили этому туроператору свой отдых. Но вместо долгожданной поездки за границу, люди до сих пор пытаются вернуть свои деньги через суд. У нас женщина, это было вообще, на втором заседании она рыдала. Мать троих детей поехала, путевку взяла, многодетная мать, взяла свою маму, себя, вот та действительно копила на отпуск и шмаков обнаглел, два раза с нее взял за путевку. Первая волна отпускников захлестнула в январе 2014 года, тогда многие не смогли улететь. Броня оказалась недействительной, но турфирма продолжала заманивать клиентов скидками. Затем вторая волна и третий. Несостоявшиеся туристы ринулись к офису Перца, но двери уже были навсегда заколочены, а директор начал играть с обманутыми людьми в прятки. Найти его тогда пыталась и наша съемочная группа, но все попытки были тщетны. Уйти от ответственности мошеннику не удалось, его схема была раскрыта. Турфирма работала, прикрываясь именами известных туроператоров, однако, как выяснилось позже, они не имели к Перцу никакого отношения. Деньги от продажи путевок поступали не на юридический счет, а на счет близкого родственника руководителя турфирмы с Перчинкой Романа Шмакова. Выяснив горькую правду, правоохранительные органы завели уголовное дело и посадили мошенника под домашний арест до начала судебных заседаний. В какую страну вы собирались лететь? В страну война. Тем временем, пока Роман отсиживался в домашних стенах, его клиенты пытались своими силами решить материальные проблемы. Алексей и еще 12 его друзей собирались вылететь за границу. Мужчина заключил договор с турфирмой и внес за путевки около полумиллиона рублей. Естественно, тур не состоялся. 16 мая я обратился к юристу, заключили соглашение, оплатили. 21 мая взял кредит, погасил все долги участникам моей поездки. По заявлениям нескольких потерпевших на возмещение ущерба уже состоялся ряд судебных заседаний. Решение в пользу туристов, но они уже не верят, что правосудие поможет вернуть им деньги. К судебным приставам бумаги отнесли, а судебный пристав нам бумажку прислал, что не в состоянии Шмаков выплатить эти деньги. У него их нет. Нет ни денег, ни имущества, ни совести. Спустя время некоторые потерпевшие с этим уже смирились. Но теперь они переживают, что мошенник получит всего лишь условный срок. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.